Для того, чтобы научиться делать предложения, необходимо изначально понять, как люди соображают, как люди мыслят, какие у них изначальные правила и принципы в голове, какие цели и мечты. Есть такое определенное понимание пути, по которым идут большинство людей сейчас. То есть ты учишься в школе. Вот начнем со школы. То есть садик там брать не будем, но школу. Начнем последний класс. Примерно класс 10-11 у тебя появляются мысли уже, кем бы ты хотел стать. То есть не будем говорить о том, что там в 5 лет хочу стать космонавтом, а о нормальных целях. То есть примерно классе в 10-11 какое-то приходит понимание, кем я хотел бы стать. Там строителем, стоматологом, врачом, я не знаю, пусть космонавтом, пожарником, айтишником, кем угодно. 10-11 класс приблизительно ты начинаешь принимать определенные решения и там экзамены начинаешь сдавать. Все, у тебя вот этот путь. В голове следующая мысль о том, что сейчас ты поступаешь в институт. В институте у тебя что, ну по планам ты отучился. В процессе института еще какие-то есть варианты подработок. Ну у меня лично так всегда обычно было. О, Андрюха, привет. То есть все обычно, кто в институте учится, денег не хватает, родители денег особо не выделяют, а ты уже взрослый человек. Надо каких-то денег выкрутить. Начинаешь там где-то, может быть, даже подрабатывать. Но если те, у кого такой более-менее предпринимательский ум, куда-то устраивается, там, я не знаю, кальянщиком, официантом, может быть, просто на какую-то подработку по специальности, на которой ты учишься. Ну все, как бы в институте особо деньги не нужны. То есть идея следующая, то что институт ты сейчас закончишь, а по итогу после института устраиваешься на нормальную работу и выходишь на нормальные деньги. То есть, ну для начала там тысяч хотя бы 30-40 ты уже будешь зарабатывать, потому что у тебя уже есть высшее образование. Ну все, как бы у тебя такая идея в голове. То есть года 3-4 я поработаю, потом как бы по планам 1060 выйти. Такой смысл. Вот, а следующая идея, то что как бы 60 тысяч, вообще в идеале к сотке прийти. То есть 100 тысяч рублей, если я буду зарабатывать, ну вообще как бы я нормально себя буду чувствовать. То есть ощущение внутреннее такое, что если у меня будет доход 100 тысяч рублей, значит все, ну как бы жизнь удалась, могу себе многое позволить. Поэтому после института многие начинают выходить в обычную взрослую жизнь и устраиваться на работу. Как правило, работа идет не по специальности. И в принципе ты начинаешь осознавать то, что институт твой был нахер, никому не нужен. Единицы людей, кто идут по специальности, я же говорю про большинство сейчас. Все, ты устраиваешься, ну вообще непонятно куда. Там, я не знаю, учился на экономику, а идешь работать, я не знаю, в фитнес. Грубо говоря, как это сделал Крис, моя жена. Кто-то вообще на работу не идет. Ну в общем, идет такой полный расколбас. Ну и цель такая, что выйти хотя бы годам к 30-100 тысячам рублей. Потому что на сотку, если выйти, вообще прекрасно. Но это еще я говорю, что это мысли такие более те люди, кто поамбициознее, чтобы выйти на сотку. Вот, ну в принципе, короче, выходим, выйти в идеале 1000 на 60. Что еще такого? Как бы жениться. Ну вот я за мужиков говорю, жениться надо. Жена, чтобы нормальная была. Ну то есть вменяемая. Пусть не красотка, не самая лучшая в этом мире, там не фитнес-модель, там. Ну любила главное, чтобы. То есть смысл же такой бы. Всегда так говорят. Все, жениться нормально надо. Квартиру снимать можно пока. То есть снимаю, там в аренду взять. То есть мне вот повезло, там как бы у меня так получилось, что квартира появилась своя. Вот. Мать потрудилась, скажем так. Но не всем так везет. В большинстве случаев, как бы что, ипотеку взять? В аренду. Все. Арендую квартиру. Буду жить, работать и планировать выйти на доход 100 тысяч рублей. Тут уже годам к 30 подходит все. Понятно, что иллюзии о том, что выйти на доход там 100 тысяч рублей уже постепенно начинают растираться. Есть те, кто амбициознее выходит. Ладно, мысль появляется, бизнес открыть. Ну там может быть в 25 лет обычно там уже там мужики, ну и девчонки в принципе уже так мозг начинает мыслить нормально. По-взрослому. Бизнес открой свой. Открою бизнес, может быть с партнерами с кем-то. Ресторан, кафешку. Ладно, ну может быть не кафешку, может быть какой-то овощной ларек. У меня просто был такой опыт. Мы овощной ларек с братом открывали. Вот. Да, деньги там нужны, конечно, нормальные инвестиции. В овощной ларек-то, ну там особо много не надо, но ресторан, денег надо инвестировать. А, ну еще в принципе идея такая, что, и это у меня было лет в 20 появляется мысль о том, что легкие деньги зарабатывать, там куда-нибудь какие-нибудь инвестиции податься, трейдинг там на акциях каких-нибудь. Ну и еще если тебе, там ты посмелее, ты может быть какие-то акции, да еще и прикупил. Ну в общем получается выход какой, что в бизнес податься сложно, потому что на это как бы деньги нужны, в инвестиции тоже не подашься. Ну как бы что, не, была идея, конечно, у меня то, что там я тысячу рублей положу, а через несколько лет там миллион, миллионером стану. Такая тоже идея у многих появляется. Потом, ну обычно тысячу положишь, все, бизнес, инвестиционный бизнес, он заканчивается. Все, кончился бизнес, идеи в инвестиции приостановились. Что еще? Слушай, с бизнесом идея обычно у людей сразу отпадает, потому что, блин, ну открывать какую-то ерунду, ну не каждый готов развиваться, сложно это все. Яйца в принципе такие даже железобетонные нужны, чтобы в бизнес пойти. Что еще сказать? Франшизу купить можно. Я вот думал, франшизу я, помню, искал, мне было 22 или 23 года франшизу я покупал. Светящиеся краски тогда у меня были. С другом мы это делали, с Федей Спиридоновым. Вложили денег, тогда денег было особо немного, что-то скинулись. Ну для нас было прилично, нормальная сумма денег вложились. Молодые были. Ну и что, короче, ходили по всему городу, краски светящиеся предлагали по магазинам. Никому ничего не нужно. Все отказали. Все, краски эти остались до сих пор, лежат где-то там светящиеся. Всякие флоресцентные лампочки там какие-то. Ну и итог какой? Вариантов зарабатывать денег особо нет. То есть, если... Следующий момент. Надо, чтобы... Ну то есть, жизнь не сказка. Вот я хочу вот к этому всему. И здесь самое главное, чтобы сейчас человек, который меня слушал, и человек, с которым вы разговариваете, самое сложное, это осознать, что ты в жопе находишься. Это прям вот очень сложный момент. У меня просто этот путь был, и я этот путь проходил. И слава богу, у меня все в порядке с тем, что я вот могу в один момент сказать, блин, ну я вот... Грустно у меня все. В жопе, так скажем, я нахожусь на данный момент. Вот, потому что, ну какие-то вещи себе позволить не могу. Дом там себе не могу позволить, машину там себе какую-то дорогую не могу позволить себе купить. Еще там что-то не могу себе позволить. Хочу это, это и это. У большинства же людей здесь недавно у меня разговор с менеджером состоялся. И после того, как я у меня разговор с этим менеджером состоялся, я и решил сделать этот эфир. Она мне говорит, я здесь другу предложил бизнес, и он мне говорит, Вообще, если сотку зарабатывать, и в потолок плевать, ноги просто к потолку поставил, 100 тысяч зарабатываешь, ну все, как бы жизнь у тебя состоялся в жизни, все, все норма у тебя. Если сотка есть в месяц ежемесячно, 100 тысяч, все вообще нормально у тебя. Ну как бы, я, вы не представляете, у меня такое возмущение было, Вот, я даже не знаю, как это объяснить, у меня какая-то даже злость, что ли, появилась. Я думаю, ты с какой вообще планеты, чтобы на 100 тысяч рублей комфортно жить, ну сейчас. Ну на самом деле, что можно сегодня там на эти 100 тысяч рублей позволить? Что, я не знаю, ребенка обучения нормального не дать, одежды нормальной не купить. Ну что, ну в H&M ты можешь одеваться, ну просто в магазин продукты по акции покупать. Ну да, тебе будет хватать на то, что платить за коммуналку. Что, ну ты даже путешествовать толком не можешь. Там, я не знаю, какие-то вещи, формата, там, я не знаю, бытовую химию, ой, там, я не знаю, вот я вчера выбирал себе посудомоечную машину, там она 50 тысяч рублей стоит. Ну ты даже такие вещи позволить с доходом в 100 тысяч рублей не можешь. Хорошо, ладно, вариант, в кредит. В кредит ты можешь взять посудомоечную машину на 24 месяца. В 24 месяца выплачивать за посудомойку. Вот, по ходу этих 24 месяцев у тебя появляется мысль о том, что взять телефон себе новый, потому что старый разбился. Телефон берешь себе еще там тысяч за 50, там, ладно, за 30, еще на 24 месяца. В процессе еще какая-то необходимость появляется, еще что-то в кредит, еще что-то в кредит, все в кредитную яму залез. Ну, короче, не знаю. Почему я сейчас про это говорю? Потому что изначально, когда ты начинаешь говорить вообще, в принципе, о сетевом бизнесе, ты должен вот эти вот какие-то вещи понимать. Что вообще, в принципе, с людьми сейчас происходит. Но люди не могут подобные вещи признать, которые я сейчас объясняю. Они не могут сказать, что я в жопе нахожусь, но то, что денег у меня реально на самом деле не хватает. И то, что эти деньги, которые я зарабатываю, это полный вообще крах, это нищенство, это, ну, бедствие полное. Вот, а чтобы мне зарабатывать больше, я не знаю, чем заняться. Ну, потому что возможностей на сегодняшний день, ну, не так много. Как бы понятно, что они какие-то есть, но давайте так, про какие возможности я вообще, в принципе, говорю, когда я говорю про сетевой. Понятно, что можно там и бизнес открыть какой-то потенциально. Я не знаю, еще там где-то обучиться, каким-то фрилансером стать, да кем угодно. Я же говорю про определенный остаточный доход, определенную свободу. То есть, зарабатывая деньги в НЛ, там выйдя на доход 50 тысяч рублей, 60 тысяч рублей, допустим, что, в принципе, несложно сделать. Там и в нашей команде уже больше 50 человек, кто выше на эти деньги, на нормальные, на ощутимые такие, которые выше средней зарплаты по России. Эти люди понимают то, что это деньги совсем другие. То есть, деньги, заработанные в НЛ, например, 40-50 тысяч рублей, это значительно лучше, чем эти же деньги, заработанные в нами. Потому что в нами у тебя есть определенные задачи, у тебя нет какой-то карьерной лестницы, есть ответственность, то есть, есть потолок, никто никогда тебе не даст там 200 тысяч, 250 тысяч. То есть, ты должен просто утром вставать, идти на работу, 5 дней в неделю работать, по выходным приходить домой, я не знаю, купить себе чипсов, принглс каких-нибудь, налить себе стакан пива, сесть с женой и смотреть какой-то сериал. Ну, то есть, вот такая приблизительная жизнь у большинства людей. Вот, ну и ладно, кто пиво не пьет там, вино, может быть, кто-то вообще алкоголь не пьет. Суть же понятна. Здесь же немного другое. Даже с доходом на 40-50 тысяч рублей человек себе может, ну, получает он определенную свободу. Свободу в действиях, свободу в передвижении. То есть, не надо уже там на работу ходить, ты можешь просыпаться во сколько хочешь. И, в принципе, просто какие-то вещи такие банальные, знаете, ну, короче, есть определенная зона комфорта и свободы какой-то, когда человек вот с сетевым бизнесом начинает заниматься и выходить на определенные деньги. Он начинает ощущать, что в найме совсем по-другому. Да и в традиционном бизнесе тоже. Головники вот эти, то есть, нет ничего. Так вот, давайте о самом предложении. Что же человека подписывает в бизнес? То есть, что самое важное, что человек, вот почему человек, который, с которым вы общаетесь, должен вообще, в принципе, с сетевым бизнесом заняться? У людей, как вы уже из предыдущих, мысль моих, ну, я уже сказал. А, по поводу лентяйства, давайте, Артур, написал отдельную тему по поводу лентяйства скажу. Сейчас мысль свою закончу. Смотрите, люди, и как я уже сказал в предыдущих своих мыслях, люди, они привыкают к тому доходу, который у них есть. И какой бы доход ни был, даже если дохода не будет вообще, он для них будет казаться нормальным. То есть, это будет 20 тысяч, 30 тысяч, 50. Ну, да, как бы денег не хватает. Да, понятно, что хочется больше, но это только на уровне просто хотелок и желаний. А в целом ты как бы привыкаешь. Ты просто привыкаешь к тому, чтобы жить на эти там небольшие деньги, 20, 30, 40 тысяч рублей. Это, я думаю, понятно. Так вот, как же человека расколбасить на то, чтобы он захотел большего? Вот здесь вопрос того, что большинство людей лентяи. Я тоже так на самом деле думал долгое время, но потом как-то вот чисто поразмыслить. Вот идея следующая. Вот у вас же в окружении есть какие-то люди. Как вы считаете, они ленивы или же нет? То есть, эти люди вообще ничего в этой жизни не хотят или как? Как вообще все это происходит у них? Мне кажется, что все хотят жить нормально. Да, понятно, что с возрастом у нас желания, ну, скажем так, затираются, забываем о многом. То есть, как бы начинаешь уже мириться с более худшим уровнем жизни. Ну, типа, уровня такого, что зачем мне там новую тачку покупать, когда там могу бэушную взять? Ну, типа, новая тачка там, я ее уже возьму, там, это же экономически неграмотно. Там это, я теряю уже сразу в доходе. Лучше пусть кто-нибудь другой возьмет, а я у него в хорошем состоянии куплю. Или там, я не знаю, дом нормальный? Не, нет, ну, как бы, однушка неплохо. Ну, что, буду жить в однушке. Да, пусть на окраине города, в центре, да, в центре вообще мажоры одни живут, как бы. В нормальных этих домах одни мажоры живут. Вот, путешествия, ну, что, путешествия, как бы, все вот эти там летают, там, они на два месяца, там, на три месяца, там, живут, там. А жить вообще в другую страну уехать? Да я, что, родину, что ли, придам свою? Я в своей стране жить хочу. Ну, как бы, в своем родном городе. Ну, да, по планам, как бы, два раза в год путешествовать. В два раза в год планирую, там, я не знаю, Турция, Дубай, Египет, как бы. Он так вот, типа, по онклюзив сгонял, и все. Вот эти вот путешествия, там, по всему миру, там, я не знаю, это все, как бы, не для меня. Это все эти там мажоры, вот эти всякие блогеры, блогеры. Вот, короче, к чему я это рассказываю? Потому что люди-то хотят, но они готовы мириться с меньшим. Все люди, с кем вы общаетесь, готовы мириться с меньшим, всегда. И так вот, я отвечаю, люди не ленивые. Просто люди не понимают, как им зарабатывать нормальные деньги. Люди не осознают, у них нет такого вот, ну, как бы, алгоритма. Вот вы дайте человеку вот на улице подойдите и скажите, я тебе сейчас скажу траншею выкопать, миллион долларов тебе дам. Он сразу, он ладошками, руками прям встанет на колени и начнет выкапывать. Какой бы он ленивый не был, вот вообще любой человек, я не знаю, вот любого человека на улице подойдите, он физически, логически будет понимать то, что если я сейчас траншею выкупаю, мне миллион долларов дадут. Ладно, не долларов там, я не знаю, 200 тысяч рублей. Вот прям перед человеком вы так 200 тысяч кладете и говорите, выкопай, пожалуйста, сейчас траншею вот метровую. Ну, такую хотя бы яму мне надо просто. Все, он прям на коленке встанет и начнет ладонями копать, ручками своими, понимаете? То есть так менталитет устроен. Это любой вменяемый человек будет так делать. И я в том числе. Ну, что здесь как бы правда таить? Сколько бы ты не зарабатывал, тебе 200-300 тысяч предложат, такую работу скажут, вот это просто действие сделает. Ты сделаешь. Я не знаю, скажут тебе, помоги там КАМАЗ разгрузить. Скажут, вот мы тебе за это там, я не знаю, 70 тысяч дадим. Делов там 20 минут. Что, не пойдешь? Пойдешь. Все, технически понимаешь. Лень сразу отпадет, потому что ты понимаешь, что вот ты эти действия сделаешь и деньги получишь. Почему я сейчас про это говорю? Потому что когда человек приходит в сетевой, он не понимает, за какие действия он получит 50 тысяч рублей. Ему говорят, ну, непонятно, там, что-то как-то людей надо звать каких-то, продукт какой-то покупать. А за что деньги-то он будет получать? Как вообще это все будет происходить? Суть и не понимает. Почему я про это говорю? Потому что общаюсь с менеджером, много новичков у нас. Вот мы ведем сейчас свою фокус-группу, с новичками общаюсь. И люди не понимают, что вот если он это, 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 это сделает, он 50 тысяч рублей получит. 50. То он эти деньги не знает, где сейчас можно заработать. Ну, так же легко. То есть 15 человек активировал в первой линии, у тебя там 400 пивеличного объема у тебя сделали. Все, вот он полтинник. То есть дело до одного месяца. Один месяц взял, потрудился, подработал, поднапрягся. Все, вот твои там 50 тысяч рублей. Я не знаю. Ну, короче, вот такой смысл. Так вот как же человека зажечь? Вот этих вот людей, про которых я говорю все начало эфира, которые отучились в школе, поступили в институт, проработали в найме, уже свыклись с этой вот жизнью определенной такой, не самой лучшей. Свыклись с тем, что будут жить в своем небольшом городе. С этим, с тем, что путешествовать будут пару раз в год. Как бы и вообще в целом просто с такой определенной жизнью свыклись не очень как бы. Но хорошая жизнь, она не для нас. Не для нас все эти деньги. Не для нас все эти машины дорогие, путешествия. Вот их как-то надо же замотивировать, потому что это же люди большинство. Как такого человека зажечь? Вот вопрос-то основной. Просто рассказать ему про НЛ, да, ну я не знаю, я не думаю, что кто-то из-за этого жопы поднимет свое с дивана. То есть вот так объективно смотреть на вещи. Вот мужик, взять мужика, вот я не знаю, через дорогу от меня идет. Ну обычный парень какой-то. Хотя фиг его знает, может тоже миллионер. Вот, но в целом просто вот взять вот мужика обычного там вот по улице ходит. Ну у него жизнь такая, он просто вот он работает за свою тридцатку, живет нормально там, разок в неделю пиво пьет. И ты ему такой про НЛ рассказываешь. Типа вот что здесь там, продукт хороший есть, качественный очень, жизнь твою изменит. Маркетинг-план здесь шикарный. Денег много ты будешь зарабатывать. Давай регистрироваться. Регистрация, она еще, она бесплатная. Бесплатная регистрация, ни к чему не обязывает. Все, будем деньги с тобой рубить в анал? Так никто, никто не будет на это двигаться, понимаете? Что, вот давайте теперь ближе к делу. Что человека зажигает? Вот что зажигает меня? Когда я с кем-то общаюсь и вижу, что человек стремится к большему. Когда я вижу, что человек горит тем, чтобы изменить свою жизнь. То есть, вот человек с вами общается, он должен увидеть в вас искру. Как же об этом можно говорить? С позиции я хочу. Примите для себя вот эту вот идею. С позиции я хочу просто поговорить с человеком откровенно о деньгах. Чего вы хотите в этой жизни? И как бы на вас он странно не смотрел, как бы для него это было не странно, вы просто откровенно поговорите с ним на самом деле, искренне от себя. Не его там замотивировать, не пытаясь его там сказать ему, что ты ленивый мудак, который ни хрена денег не зарабатывает и нужно жизнь свою менять. Вы говорите про себя немного. То есть, в формате каком? Вот я, например, бы зарабатывал бы так чисто гипотетически, не дай бог, там 30 тысяч рублей в месяц. И перспектив особо у меня не было бы. Ну там, что, куда? Куда мне податься с этим доходом? Обычный парень, обычный институт закончил там, куда мне податься? Вот. Чего бы я хотел? Ну, наверное, кредиты закрыть. Сто процентов. Тачку нормальную. То есть, не там вот Kia Rio какую-нибудь. Знаете, обычно говорят, вот Kia Rio новый, нормальный. Ну, Mercedes хотел бы хотя бы. C-шку, например. Вот как вот я сейчас сижу, вот C-шки. Не самая крутая машина, не самая. Ну, блин, ну неплохо. Такая хорошая бизнес, классно. Чего еще? С путешествовать и летать бы куда-нибудь. За границу. Не пару раз в год, а, например, раз за четыре в год. Неплохо. И не на 5-7 дней в All-Inclusive, где из отеля ты не выходишь. А чтобы реально по миру погонять. Ну, то есть, взять, выехать там, я не знаю, на Бали, на месяц. Ну, там мы жили 10 месяцев почти год. Ладно, фиг с ним, с Бали. Да просто даже, я не знаю, по России проехать, хер с ним. Ну, свободно. Чтобы не на работе отпрашиваться, а свободно выехать. Вот, ну, что хотел бы я. Квартиру нормальную. Не однушку, там, в которой, я не знаю, еле умещаешься. Вот мы и живем. Мы сейчас живем, пока у нас двухкомнатная квартира, ну, достаточно большая, там. Больше 70 квадратных метров. Мы живем, я с женой и Доминика, дочь. Вскрис мы живем, втроем. Там тесно. На кухне места бывает, не хватает. А некоторые люди в однушке живут там, пятером. Ну, я бы, скорее всего, хотел бы недвижимость больше. А что еще бы я хотел? Ну, ладно, одежду покупать нормальную, это фиг с ним. Как бы можно и там попроще одеваться. Телефон нормальный бы хотел. Ну, какие-то такие вещи банальные, простые. А теперь вопрос. Где это взять? Вот задайте вопрос просто человеку. Что, Мерседес в кредит взять? Ну, денег не хватит. Сколько будет выплаты? Тысяч 60, наверное, в месяц, с года на 3-4. Да, я думаю так. Если взять там цешку ту же самую в кредит. Мне кажется, у большинства людей нет такой возможности. Ну, бэушную, да. Бэушную купить там, десятигодовалую. Ну, фиг его знает. Вот так вот нужно с людьми разговаривать, друзья. Вот об этом. Когда у вас будет внутреннее ощущение и раздражение от того уровня жизни, который у вас есть, люди будут включаться в работу. Зубы надо. Но зубы не первостепенные. Вот зубы пишут. Виниры поставить. Но это не первостепенная задача. Хотя тоже неплохо. Я очень сильно хотел зубы, виниры, например. Я не знаю. У меня был момент, когда татуировками я болел. Татуировки сильно хотел. Я не знаю. Желание просто, понимаете? Говорите с человеком про свое хочу. Зажгется ли он это? Ну, зажгется ли он? Не все зажгутся. Не все. Не всех это замотивирует. Я объективно понимаю, что есть очень много людей, ну, таких поломанных жизнью. Как бы с ними уже, ну, ничего не сделать. Поломанные они, все. Они, родители у них бедные, они сами бедные. Работают на плохой работе. Окружение бедное. И они, ну, как бы, книги не считают. Ничего полезного не развиваются никуда. Живут просто, проживают эту жизнь, грубо говоря. Вот, понятно, что их сложнее немного двинуть. Но среди них часто очень некоторые просыпаются. То есть, как бы, ваша задача, я не знаю, как бы, я не хотел бы, чтобы меня сейчас воспринимали как такого, знаете, чрезмерно самодовольного какого-то человека. Я на самом деле хотел бы, чтобы вот вы объективно понимали, что сетевой бизнес, он предоставляет действительно свободу в этой жизни. Свободу в деньгах, в остаточный доход ты можешь получать здесь. Свободу в передвижениях. Даже на небольших доходах. Даже доход 30-40 тысяч рублей, это уже значительно лучше, чем этот же доход, работая в нами. Понимаете? А люди, которые вот вокруг окружают, они в матрице определенной живут. И вы их должны, вот фильм «Матрица» видели, вы их должны оттуда немного вытащить. Грубо говоря, так, знаете, вот встряхнуть человека, типа, слушай, да ты чё, братишка, давай вместе. Пойдем, я не знаю, нормальные деньги зарабатывать, жизнь свою менять. Ну, категорически, главное, нельзя человека, ну, унижать при этом. То есть, вот, знаете, я объективно понимаю, что если общаюсь с человеком, а у него уровень дохода там в десятки раз ниже, чем у меня, то и в десятки, да, там, например, человек напротив меня сидит, там, 30 тысяч рублей в месяц зарабатывает. Я объективно понимаю, что этих денег не хватает. Но я же не могу его нищим назвать. Он просто, скорее всего, он на тот момент, вот на момент нашего с ним общения, он не нашел пока других вариантов зарабатывать в этой жизни денег. Поэтому нельзя его за это унижать. А вот про себя я готов говорить, друзья. Вот у меня на сегодняшний день доход 1 миллион рублей. Из них 50% я откладываю. Мы откладываем с Криса, как неприкосновенный запас. В инвестиции куда-то, в акции, под высокие риски и так далее. 50% откладывается, 50% остается. Сейчас плачу за землю. Купил себе землю. У нас в Пензе есть Дубраво. Элитный, хороший, дорогой поселок, где живут очень богатые люди. Хотел вот там землю. Купил ее. Сейчас выплачиваю за нее рассрочку. Там рассрочка была беспроцентная. По 185 тысяч рублей ежемесячно я даю. 184 тысяч. Каждый месяц. Остается у меня там, сколько, 320 с миллиона. Все, как бы, вот я сейчас в этот месяц в Сочи поеду. Там мы поживем с семьей. Ну и все, что, еда, одежда там. Да и все. Как бы денег-то особо хочется больше. Понимаете? Хочу зарабатывать на самом деле по-настоящему больше денег. Хотя я могу сказать, я безусловно, безусловно, хоть и миллиона не хватает. Вот я за себя могу сказать. Хоть это для вас может быть странно звучать. Но это значительно лучше, чем когда не хватает тебе 30 тысяч. Или 50. Просто я не нахожусь в иллюзии того, что я миллионер. Я объективно понимаю, что я не могу себе многие вещи позволить. Сколько рассрочка лет? На 14 месяцев. 3 миллиона стоит земля на 14 месяцев. Первые два платежа были по 350 тысяч. И сейчас вот по 185. Вот. Так вот, когда вы об этом с человеком поговорите, вот о всем, что я сейчас говорю, когда вы поговорите искренне, чего вы хотите, как вы хотите свою жизнь изменить, и почему вы в сетевой пришли, он начинает понимать то, что, блин, ну реально. А смысл-то еще главный, то, что ты не рискуешь. Вложений никаких нет. Геморроев. Ну вообще ничего нет. И у тебя все норм. Как бы ты просто берешь и занимаешься продвижением бренда компании НЛ. Тебе компания платит деньги за товарооборот. Ты ничем не рискуешь вообще. То есть вообще ничем не рискуешь. И здесь получается, что человек, с которым вы разговариваете, он начинает в этот момент понимать. То есть на примере вас. Он видит в вас себя адекватность. Он понимает то, что, блин, реально, как бы у меня же такая же ситуация. Я тоже хочу себе тачку нормальную купить. Езжу там я на этой старой бушной машине, которую не могу несколько лет поменять. Надоело мне там, я не знаю, на маршрутке не хочу ездить. Хочу на такси хотя бы гонять. Еду нормальную хочу покупать. Путешествовать хочу по миру. Летать мир хочу посмотреть. Квартиру нормальную хочу. Родителей обеспечивать в свое время хочу. Помогать родителям. Детям хочу нормальную жизнь свою дать. Вот он начинает вас узнавать себя, когда вы начинаете об этом говорить. И вопрос здесь возникает, когда ты начинаешь такой, типа, как, где это взять? Ну, в найме все, здесь как бы понятно. Нет шансов. Нет вариантов вообще. В найме нет вариантов, чтобы это все получить. Найм это просто возможность, я не знаю, поддержать штаны, что ли, на время. Вот так. За исключением, еще раз, за исключением каких-то талантливых людей. Вот я сейчас там сериал, мы с Крис много сериалов смотрим, наше хобби. Вот сериал есть там, Хороший доктор. Ну, там вот таланты есть там. Я не знаю, какие-нибудь еще сериалы там. Доктор Хаус сериал там. Вот врачи такие талантливые, все. Но они рождены для этого. Но это же не все. Это же не большинство. Понимаете? И человек начинает понимать, что в бизнес он не подастся. Потому что риски, вложения, деньги банально нужны туда. Просто банально деньги нужны, чтобы бизнес открыть. Каким бы ты умным ни был. Кого? Инвесторов пойдешь на улицу искать? Это сложный процесс. Геморроя сколько? Сотрудников находить. Там что еще? Сайты всякие делать. Отвечать за товар. Логистику настраивать. Партнеров искать. Помещение в аренде искать. Геморроя жесткий. Жесткий геморро. И все. И ты как бы понимаешь, ну а куда дальше-то? Сейчас там 30 лет. А я сейчас понимаю, что, блин, время летит, ну невероятной скоростью. То есть вот как бы мне 28 лет. Я прям помню реально, как у меня дочь родилась. Ей через месяц 2 года уже будет. Многие из вас, кто на нас подписаны, помнят этот процесс. А уже прикиньте, 3 года прошло, как мы выложили пост с тем, что Крис беременна. 3 года, охренеть. Сейчас еще там, я не знаю, таким образом 20-30 лет пройдет, мне уже 60. И если я нормально деньги не буду зарабатывать, ну что, как бы, вот, ну я про людей обычно говорю, которые там не в сетевом, которые не думают об этом, что все пенсия? Десятка? Все ради этого? Ради 10-12 тысяч? Ну, красота. Вообще жизнь сказка. Ради этого все. Ради этого я был рожден. Ради этих великих целей. Чтобы отучиться в школе, отхерачить в институте, потом 40 лет проработать и уйти на пенсию за 10 тысяч рублей. За 10 тысяч рублей. Там 12, ладно. А денег, которые в найме получаешь, да даже отложить не хватит. Вот этих 30-40 тысяч рублей, там 50, ну средняя такая зарплата в России, и того меньше. С них даже денег не хватит отложить там себе куда-то там на старость. Просто ты заходишь в старость с нулем. Ну а так, если уже дальше помыслить, я понимаю, что с людьми об этом не надо говорить, но это чисто мои мысли. А потом все. Сыграть в ящик можно. Сколько там? Ну пусть 70-75 лет. Без денег. Возможно еще с долгами. Часто еще бывают многие с кредитами. Долги эти ложатся на твоих детей. Вот и все. Вот и жизнь вся. Вот так. Мое мнение, когда вот вы с людьми разговариваете, вот я хотел бы, чтобы вы искренне говорили об этом. Когда вы это для себя поймете, что это так, вот и все и есть, они начнут сетевой проходить, потому что вариантов нет. С болезнями, да, он Лисан пишет. С болезнями еще. С херовой горой болезней. Ну вот. И многие сейчас вот так и живут. Что-то лет там 30-35. Я смотрю, вот большинство людей. Что же, животик такой отрос? Целей никаких нет. Что там? Он на меня смотрит. Часто я вижу, бывает. Смотрит, катается он на этом велосипеде по улицам. Какие-то соревнования там. Жил бы жизнью нормальной. Знаете, вот мне... Там, надеюсь, мама не увидит этот эфир. Она мне иногда говорит, зачем тебе этот роман нужен? Айронмен она так называет. Зачем тебе этот роман нужен? Вот тебе надо это. Как большинство живут, ничего не надо. Никаких целей нет. Просто вот ты как бы отработал, домой пришел, сел, пиво налил себе там, посидел. Расслабился. Все. Вот. Короче, когда вы начнете искренне с людьми разговаривать, вы начнете их этим зажигать. Я помню свой разговор со моим наставником, который меня сюда подписал. Это было в 16-м году. Я при этом неплохо зарабатывал. И спасибо ему от сердца, от всего, от души. Вик, если услышишь это когда-нибудь, прям от души, что я оказался в НЛ благодаря тебе. Прям, я не знаю, свечку ставить можно просто. Ну, то есть, вы не представляете, насколько сильно я его за это люблю. Что когда-то, когда-то он меня сюда затащил. Затащил в эту сетевуху. Что я сетевиком стал. Я ему безмерно благодарен. Безмерно вообще просто. Вы даже не представите, я не можете, насколько сильно благодарен. И чем он меня тогда зажег? Тем, что он просто со мной сел и поговорил. Он говорит, где взять-то все? Откуда денег взять? Знаете, но я бизнесменом был. Бизнесмены обычные иллюзии такие строят. Как бы я сеть свою открою. У меня было агентство праздников. Сеть открою. По городам все будет развиваться у меня. По городам сеть разовьется. Ну вот, бизнес будет развиваться, расширяться. Ты деньги зарабатываешь. Большую часть дохода этих денег назад в оборота вкидываешь. И вот в таком каком-то колесе отбелечем крутишься. Год проходит, второй, третий, пятый. Ты вроде как бы деньги неплохие имеешь, а денег нет. Потому что все назад в обороты вкидывается. Ну дай бог там кто-то, у кого-то получается откладывать. Но у большинства не так. И большинство не могут в бизнесе выйти на нормальные приемлемые деньги. Также ощущают определенный стеклянный потолок. Бизнес их насилует. Еще больше, чем людей, которые в найме работают. Они херачат и днем, и ночью, с утра до вечера. Привязаны к своему месту деятельности, к своему городу. Переживают за работников, переживают за свой бизнес. А работникам, которые на них работают, им вообще насрать на их бизнес. И здесь получается порочный круг. То, что ты хочешь сильно, а людям, которые на тебя работают, им вообще насрать. Чего ты там хочешь. Им главное, чтобы ты им платил деньги. И когда вы об этом с человеком поговорили, дальше не имеет значения, как ты про маркетинг-план рассказываешь. Как ты рассказываешь про продукт, насколько он тебе нравится, или еще что-то. Я помню, когда мне встречу провели, мне вообще было пофигу, что покупать. Я взял себе, помню, NRD, там лет тогда был. Пришел домой, и его просто выпил с водой. И думаю, господи, что за ужас вообще, что за NRD, там лет, что вообще за жесть. Но не знал, что его жарить просто надо. Вот, выпил тогда его, думаю, господи, неужели просто вообще, в принципе, мне придется этим заниматься. А пробую себя, думаю, а какие варианты-то. Ну, потом, слава богу, распробовал все вкусы, там, NRD, шоколад, капучино. Вообще стал моей любовью тогда. Вот. Ну, а в лет это просто было первое знакомство. А сейчас такое часто вижу. Человек активировался, такой продукт пробует. Что-то мне по вкусу не очень нравится. Что-то это... Что-то нет, не то. Не то, совсем не то. И он думал про себя, ты что вообще? Ты, блядь, с какой планеты вообще, друг? Люби продукт, начинай. У тебя варианты какие есть еще? Денег-то где брать? Ну, кстати, к теме продукта, чтобы вы меня не посчитали таким каким-то... Я к продукту очень хорошо, уважительно отношусь. Просто на самом деле бывает такое, что человек взял продукт, но вкус там того же смарта не под себя. Ну, то есть я, например, не люблю латовкуса. Когда я его пью, мне прямо некомфортно. А там просто надо другой вкус попробовать. И как бы понимаю... Я почему сейчас вот про это говорю? Потому что многие... Вот тебе вкус не понравился? Вот если мне что-то не понравилось бы, я начал бы искать в этой компании то, что мне понравится. Потому что я других вариантов для зарабатывания денег не знаю. А некоторые возьмут себе такие... Чай. Ой, нет, ну чай я вот там в пятерочке беру. Тот чай, ну, нормальный. Что ваш чай тут за эти, за 200 рублей там? Ну, да, ну, пакетики там у вас с пирамидками. А тот в таких бумажных пакетик. Ну, ничего страшного. Неправильно люди мыслят. Вот чтобы у них этого не было, вам нужно с ними говорить про то, что я вам говорю сейчас в эфире. Когда он на самом деле объективно будет понимать то, что у него нет других вариантов, нет. Тогда будет все хорошо. Только в этот момент. Только когда они начинают переобуваться. Понимаете? Вы понимаете? Вот так вот, я считаю. Потому что я же тоже проходил этот путь. Все вот эти вот иллюзии. Слава богу, как бы меня воспитали нормально. Слава богу, мне заложили то, что я в нами не должен работать. То, что нужно начинать работать на себя изначально сразу. Был у меня, конечно, опыт в школе, там, на мойке я работал, крыши крыл. Ну и все. Я просто сразу понял, что никогда ни на кого не буду работать, чтобы кто-то там мне указывал, чтобы я там пришел куда-то. Мне вообще, в принципе, вообще идея того, что кто-то мне будет говорить, что мне делать на работе, указывать там, по будильнику просыпаться, еще прийти, и чтобы меня там отчитывали на какой-нибудь планерке. А потом еще и такой, я на работу опоздал, мне еще какую-нибудь премию лишили. Пфф, жесть. Ну, то есть, неужели я был ради этого рожден? Вот поэтому я тоже одна из причин. По этой причине я в сетевом. Ну, а бизнес взять традиционный, когда у меня было агентство праздников, то же самое было. С клиентом договоришься о чем-то, договора заключаешь. Тебя просто начинают насиловать. Тебя просто начинают насиловать. Да, ты что, я не понимаю, ты как будто должен. Хотя ты, получается, там должен. Договора ты подписал? Работай. В бизнесе такая бывает еще штука. Вот. А конкуренция? Я не знаю, короче. Вот, ну, много вообще. Могу на эту тему просто бесконечно говорить. Просто бесконечно. Что скажете? Я оставлю этот эфир, конечно же, в записи. Конечно же, оставлю. Ну, в общем, давайте так вот какой-то итог определенный подведем, чтобы у вас было четкое понимание, потому что я много наговорил. О чем же с людьми говорить на встрече? Изначально, когда вот у вас все... Я сейчас говорю про людей, которые все... Вот он такой, я готов слушать. Расскажи мне, мне интересно. Вот здесь важно начать говорить, в первую очередь, не про компанию, друзья. Важно начать говорить про деньги. Про какие варианты еще есть сейчас. Почему ты пришел в сетевой маркетинг? Зачем ты начал этим заниматься? Зачем ты подался вообще в эту индустрию? Где, по большей степени, многие считают, что вообще здесь там есть невменяемые люди, а в свое время здесь вообще были бабки с сетками. Но это на самом деле так было там в 90-х годах. Зачем вообще сюда поддаваться было? Ты что? На работу? Какие варианты? Знаете, ну я не знаю, бывает. Короче, ну поняли меня, да? Я хочу, чтобы люди вас слышали, как вменяемых людей. Что вы в сетевой пришли не с дуру. Что вы в сетевой пришли не из-за того, что вас заколдовали. Хотя, по сути, вот эти слова, которые я сейчас говорю, они могут быть так слышатся, типа, знаете, я помню, бывали случаи у меня, люди слушают меня там, девчонки, например, а может я такие со стороны. Да это НЛП. Это типа это, он там мозги тут присаживается. Да. Да так ты свои мозги включи. Просто свои мозги включи. И все. Тебе денег хватает на самом деле? Там вот эти вот, сколько ты зарабатываешь? Даже 100 тысяч рублей. Хорошо, 150. 150 это вообще, но я считаю, в провинциальном городе, если человек зарабатывает 150 тысяч рублей, он может, я не знаю, в кафе заходить, в рестораны, я не знаю, с ноги дверь открывать просто. Вот звезда. Вот звезда. Все. Такие деньги зарабатывают. Но тебе на самом деле их хватает. И это на самом деле деньги, ради которых вообще все это существование. На что их хватает? Тачку нормальную себе даже на эти деньги не купить. Только в бушную либо в кредит. Квартиру себе не взять. Будем путешествовать, ничего. Когда вдруг, ну, люди, вот, бывают со мной разговаривают. И я понимаю, что скептизм, то он нормальный. То есть, это абсолютно нормальная практика, когда люди со стороны скептично относятся к этому. ко всему. Вообще к моим словам. То есть, когда я вижу, например, знаете, там приходит парень, ну, раньше, когда мы встречи лично проводили, сейчас в основном всю работу онлайн делаем. Приходит парень на личную встречу. Сидит на мной, напротив меня. Я не знаю, ну, как бы так, преувеличиваю немного. Ну, там, грубо говоря, в рваных ботинках, в шортах поношенных, которые там уже лет пять носят там со школы. В каком-нибудь костюме, может быть, а, футболке в какой-нибудь, которую мы подарили на день рождения на 18 лет, и он сидит такой и не верит. И не верит вообще, что деньги нормальные и можно зарабатывать. Я его не переубеждаю, друзья. Не переубеждаю. Я могу лишь ему сказать об этом. Вот все, что я сейчас вам говорю, он может не верить. Ну, пожалуйста, как бы. Может быть, кому-то проще не поверить. По мне лучше поверить и как-то жизнь свою начать менять. Но я видел много примеров, когда эти же ребята, грубо говоря, в рваных ботинках и в поношенных штанах, приходили сюда, в эту компанию, с к нам. И они не строили вот эти иллюзии, что деньги только для богатых. Они не говорили о том, что сетевой это херня. Они просто пришли, включили свои мозги и сказали, что какие еще варианты у меня есть, кроме сетевого. Куда мне податься, чтобы зарабатывать нормальные деньги. И когда у них пришел ответ, то, что, блин, я хочу заниматься сетевым и хочу жить нормальной жизнью, хочу свою жизнь изменить, они пришли сюда и начали зарабатывать. У меня есть в команде примеры. Я сколько их выкладываю постоянно в сториз. Там, ну, вообще разные. Там из сел, из деревень, с обычных работ приходят и выходят на доходы в 50, 100, 150 тысяч рублей, 200, 300 тысяч. Вот. Но когда человек как-то скептично смотрит, вы с ним разговариваете на эту тему. Давайте такую еще идею посмотрим. Вы с ним начали об этом говорить. А вот о деньгах, о возможностях. Начали. А он такой смотрит и не верит вам. Но я обычно в этот момент, я даже не злюсь. Мне жалко человека внутри становится. Ну, жалко. То есть жалко, в принципе, что он не может позволить себе жизни нормальной. Вообще в своей голове даже разрешить. Не может себе этого. мне грустно за него становится. Как бы моя задача это ему просто предложить, рассказать о том, что вот я хочу жизнь изменить. Не он так другой найдется. У меня изначально смысл был такой. Не он так другой. Как бы что, людей, людей что ли нет? Да он на спинни, 700 тысяч человек только ходит. Сколько из них нуждаются в деньгах? Да каждый. Ну ладно, ладно. Пусть возьмем, скажем так, 10% это обеспеченный народ. Но 90% это люди, которые сбиваются с копейки на копейку. Которые кредиты погасить полноценно не могут. Занимаются там рефинансированием, там берут кредиты другие для того, чтобы закрыть другие кредиты. У которых там ипотеки и так далее. Они там просто в долгах, как в шелках живут. Денег, которых на еду не хватает. Там путешествовать на детей не хватает. В магазин зайдите в детский мир. К кассе подойдите. Я сколько вижу матерей, которые говорят детям я тебе не куплю игрушку. У меня денег сейчас нет. Вот все. И если мне кто-то отказал на это предложение, которое я сейчас говорю, если мне кто-то отказал, я не злюсь. Это его абсолютно дело. Пожалуйста, иди. Нравится жить той жизнью, которой живешь? Пожалуйста, иди. Все. Вообще проблем нет. Думаешь, что лохотрон? Думаешь, что обман? Думаешь, что кто-то сейчас здесь на тебе наварятся деньги? Да кому ты нужен? Это я про себя. Внутри. Не ему, конечно. Ни в коем случае я ему это не скажу. Но я обычно так, типа, ну, хорошо. Как бы, ладно. Расхожусь обычно с человеком на доброй ноте и продолжаю вести Инстаграм, и продолжаю проводить и подключать людей. А людей бесконечное множество. Они ходят по улице бесконечно. И постепенно, вот знаете, так происходит обычно, вот я так это вижу. Постепенно у людей приходит осознание. Вот нам же постоянно пишут с инсты, люди, типа, входящие заявки о том, чтобы, там, мы хотим заняться бизнесом. Расскажи, Миш, там, как вообще зарабатывать здесь? И я спрашиваю обычно, а что написал-то? Да потому что устал. И у многих. И я понимаю, что у многих, они вот бывают, говорят, что там, лохотрон, обман, не хотят этим заниматься, сетевой бизнес, вся эта херня, там, у меня работа нормальная. Или там, бизнес у меня нормальный. И в один момент они просто устают вообще от того, чем они занимаются. Они просто хотят жить нормальной, свободной, спокойной жизнью. Чтобы у них не было никаких обязательств. Просто они зарабатывали деньги. Вот. Понимаете? Вы понимаете, как, ну, о чем с людьми разговаривать-то нужно? Вот об этом. И все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok